всем привет меня зовут надежда и я рада приветствовать вас на своем канале зеленая жизнь ребят пока вы здорово вот так с краю показывать что у меня здесь мой рабочий стол мой любимый рабочий стол сегодня суббота очень много работы с растениями даже не знаю если честно за что взяться потому что неделя была какая-то сумбурная и поэтому к растениям я отнете вот набегами поэтому все что накопилось особенно сейчас такой момент когда у меня видео в основном получается его сейчас анализирую смотрю да у меня видео получается правила козелок азиала козелок это не просто так ребят потому что за ними глаз да глаз малыши подрастают их нужно пересаживать те которые чуть-чуть подросли их нужно больше пересадить понимаете да поэтому у нас сегодня с вами конечно же будут пересадки на пересадке у меня не просто две алоказии у меня сегодня еще адениум вот такой вот не знаю обратили внимание или нет то есть есть по идее что-то поменялось здесь намного больше светло света стало потому что мне вчера муж придумал вот такую лампу то есть у меня пришла вот такая лампа вот такая вот это фирма та же самая что и у тех ламп которые у меня сейчас будут участвовать в розыгрыше это фирма та же самая только она вот вкручивается в любой обычный вот такой плафон то есть у меня была вот такая вот лампа она лежала общем не в гараже муж и занес прикрутил прикрутил ее вот тут так вот к столу мне вчера вот видите к столу прикручены и вкручена сюда вот такая вот беленькая лампа такая крутая и тут стало невероятно много света я прям вообще в восторге прям восторге ребят я люблю освещение я к этому отношусь сейчас уже более-менее так скажете скажем так очень ответственно поэтому но про эту лампу я вам попозже расскажу вот кстати у нас уже двадцатые числа на носу сейчас если быть да сегодня нас 18 начинается грубо говоря последняя предпоследняя неделя ноября а значит на носу у нас сами розыгрыш не пропустите пожалуйста следите за каждым видео еще раз напомню будет три участника и будет три подарка три лампы первую лампу вы видели двум другим участникам конечно же я потом в отдельном видео покажу что пойдет в подарок и так что я хочу сегодня пересадить посмотрите вот алаказия реверса хочу поставить ее в такой вот пришла валенсия 5 ну что это такое ведь сегодня забрала я видела я видела что она пришла вот вот таким вот дефектом и не стал отказ потому что мне нужно пересадить уже ну сколько можно ждать пришло конечно быстро пришло такой поврежденный должно пришло прийти сегодня вот такое второе кашпо вот и это на 2 литра валенсия и вот не знаю придет она коцана или нет но я понимаю что на посадку это никак не отражается но как девчонки сказали ну можно тут сбоку маленьком тут водички подливать девчонки мне на выбышке говорят на это давай вернем я говорю я не я ну а как потом еще неделю ждать я не могу неделю ждать потому что у меня вот эта алаказия она уже прям заждалась а этого делать не надо с алаказиями когда у них идет прям бурный рост и когда они стартуют да им надо вот до определенного момента давать давать объемы то есть разгонять их чтобы у них потом в дальнейшем это действительно было пышное красивое растение вот так же хочу дать мои мишольца фрайдек то есть она разворачивает второй лист но я ждать тоже его не буду я хочу его поставить вот такое вот кашпо то есть хочу дать ей скажем так все то же самое только на фитилек так про адениум я сказала да нет не сказала да адениум сегодня с вами на пересадке и давайте сразу сейчас с посмотрим знаете что как чувствую себя вот буквально когда мы с вами в среду пересаживали алаказии хочу вам сразу показать сегодня суббота что это у нас так среда четверг пятница сегодня суббота прошло двое суток двое суток точно прошло и пойдемте я вам покажу сейчас как они себя чувствуют это я к тому что не надо держать не надо передерживать эти растения в старых посадках мхах понимаете нужно вовремя давать им объем и давать им питание пойдемте посмотрим так ну тут лампа у меня моргающие к сожалению так давайте давайте я сейчас не заменила еще воду сегодня буду заменять давайте вот так вот выключу смотрите продолжает развивать свой лист ничего не затормозило все хорошо наоборот сейчас еще быстрее будет разворачивать вот потом смотрите мило мило который мы с вами пересадили то есть буквально да что там было двое суток черт напоминают а вот как бы да скажи на что ты хочешь увидеть а вот что я хочу увидеть грамотная грунт то есть у которой вы подобрали до свой я не говорю там делайте как я делайте такой же грунт как у меня но для ваших условиях может быть другой грунт если вы правильно его подобрали то вот сейчас вот эти листья станут в разы больше в разы больше теперь смотрите что это у нас кто это маленькие низички тоже да вот чтобы тут вот видите и такая история у них практически у всех то есть тем которым я дала свежую посадочку тут уже можно прям видите видеть окно тут пока я не вижу не вижу потому что она совсем малышка малышка вот но я больше чем уверена что к следующему к следующей среде и все же мы увидим прям корешки есть тоже все это будет очень быстро махом так что вот ребят так чем у нас тут еще не подходил еще не смотрела ну думаю вот вот корешок смотрите видите это у нас зибринка так что ребят конечно же конечно же смотрим не пропускаем этот момент не надо их передерживать вот потому что это я знаете я уже писала как-то люди с людмилой общались у вас здесь миссис нет мы с ней общались как раз в комментариях я говорю я их пишу что мне вообще напоминают аллаказии они не напоминают адениума ну скажите вообще тут даже рядом не стояла ничего секундочку боня успокойся вот но я говорю знаете вот так же смысл я имею ввиду тот же самый то есть мы когда маленькие высаживаем до семена адениумов мы их что делаем мы их разгоняем то есть нужно пересадки 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 то есть каждый месяц чуть ли не раз два месяца и вот и тогда мы видим результат мы видим красивые большие потом адениумы и все они набрали свою форму мы их сформировали тут тоже самое не нужно выпускать момент смотрите ну пока я здесь стою сами разговариваю какой красавчик это же надо уже какой он у меня вот мы разворачиваем новый лист и я говорю как ты видела что девчонки говорили что нужно увлажнять ничего не надо увлажать так это тортом это же тортом да это тортом а еще вам давайте посмотрим на нашу так я что название не написал нет написала вот ребят этого с хамиламина камуфляж я поставила на фитиль помните вот я поставил на фитиль вот мы почти развернули тот лист и вот у нас идет уже новый все отличненько все хорошо это тоже знать так посматривала посмотрю на нее дома все ли правильно все ли хорошо все ли верно сделала все верно все замечательно так ну что у нас с вами еще перед пересадки но это еще не все знаете что хотела вам сегодня показать пока тела показать вам сегодня еще кальмары сразу хочу показать какая у меня влажность там где у меня большая комната вот в большой комнате у меня работает увлажнитель но так как выходной он у меня будет работать практически весь день вот здесь у меня также мои папоротники до сюда кстати перенесла свой вот этот флорариум так лававандер у меня код это заваливается немножко умеет уже опять летал то хохотали мы вот стоит стоит раз как из этой пружинки так вот к чему ребят я говорю знаете к тому что по поводу алаказий у меня у этой алаказии кальмар у него сейчас все уже вверх и верхушка это все мои листочки которые уже глубоко домашние адаптированные ведь идет вон начиная от зачаток нового листа нижние понятно что это старенькие вот но я вам просто хотела показать его во всей красе чтобы вы поняли вообще его красоту потому что его красоту на скажем так на фотографиях непонятно особенно когда люди смотрят цену этой алаказии и видят ее не понимает вообще в чем прикол это что вообще до цена и непонятно что вообще тут вот стоит поэтому я бы хотела чтобы вы вместе со мной рассмотрели эти листья и поняли ее красоту алаказии потому что нот полностью передает да вот сейчас цвет передает помните да что сначала я поставила его флорариум флорариум ничуть и и как по поплохело стоит она у меня просто то есть вот на таком вот вот как куб для моих растений то там стоит стоит на фитильном поле и вот конечно не прозрачная сама по себе но листу корешки в нее данным-давно вышли уже с посадки не по фитильку выходят вот таким вот образом вот видите корешулечки выходят да понятно что влажность я им создаю отлично но я так думаю что и влажность в 60 и в 50 для нее было бы тоже хорошо потому что если у меня выключен мой увлажнитель воздуха у меня где-то 50 бывает до 40 доходит вот такое вот бывает да тоже они себя нормально чувствую влажность 70 80 процентов я люблю поддерживать для моих тела осень потому что я их замачивать каждую неделю ленюсь сейчас поэтому раз на раз две недели я их замачиваю раз в неделю просто поддерживаю вот такую важность не могу просто с распылителем пройти так что вот ребята не знаю рассмотрели не рассмотрели вы вот эти вот прекрасные листья и и они черно-бордовые идут в разные стороны новый листик идет ярко-ярко салатовым то есть он выходит прямо салатовый нежный нежный такой и потом он становится темнее 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 вот так вот такая фантастическая аллаказия я считаю что она просто фантастическая и она ребят стоит тех денег она прям стоит да у нее нет никаких пятен у нее там она не варегатная это понятно но она его ее никогда ни с кем не спутаете никогда и ни с кем это прям такая знаете изюминка изюминка коллекции аллаказий ну что пойдемте приступим к пересадкам ставила ставилась телефон ставила ставила на штатив включила выключила свет блин моргает и все ну по крайней мере вот так сделала сегодня маленько с этой стороны потому что знаете прошлое видео посмотрела постоянно в кадры попадает моя рука то есть вот так вот загораживает вам постоянно может быть с другой стороны поставить может так лучше будет видно давайте начнем с малышки значит так это фитильный полив на здесь фитилек влажный мух уже проделан вот здесь у меня таким вот образом на сверху на мух я укладываю вот так вот фитиль и дальше будем накидывать все как обычно давайте разберем эту красавицу это поглядывать еще в камеру чтобы было видно точно итак 23 0 9 она ко мне пришла 23 0 9 вот видите я вчера ее полила сегодня у нас уже вот так вот такая вот ситуация вообще пересыхает она в пять секунд а стоять с ними рядом с лейкой ну тоже как вы знаете ну а как что все бросим все бросим знаете как наверно получится не получится не еще достать отсюда давай выходи вот все отлично все отлично так такая вот красавица у меня тут вообще шикарная шикарная корневая мух очень рыхлый вообще мне прислали этот клубенек девушка настолько ответственная видимо занимается клубнями клубеньками да и продажи основательно долго и хорошо вот потому что она мне во первых прислала она в грунте то есть клубни клубни у нее прорастают в грунте не обязательно проращивать клубни на самом деле во мхе да что вот мох и все кто в чем проращивает ребят вот в чем вы умеете в чем ну к чему вы сами привыкли в том вы и проращиваете и она мне прислала прям целую такую аннотацию а как делать а что делать вот именно вот в этом грунте я значит все это дело прочитала и очень долго благодарила я говорю спасибо вам огромное за информацию которая всегда ценная абсолютно всегда вот если она адекватно знаете не с таким вот этим да типа как в комментариях пишут не туда объем взяла там или еще вот что-то типа вот этого вот это нельзя с тем мешать а это то 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 вот такие комментарии я в принципе нет не принимаю и не понимаю вот советы до добрые советы знаете такие наподобие либо знаете как диалог вести это очень здорово как с подписчиками так с продавцами но почему нет допустим ну если бы мне допустим написали надежда здравствуйте вот посмотрели вашу пересадку знаете показалось что как бы объем большеват нет и либо по крайней мере объясните но мне-то виднее да я вот здесь сижу мне лучше видно я вам серьезно говорю потому что иногда даже по видео непонятно вообще объем кажется ведра вот такие вот берут а я сижу и понимаю что на самом деле это не ведро и человеку который это сидит и делать ну явно лучше видно но когда в комментариях пишут это как в ультимативном таком знаете контексте от такой типа ты там сидишь короче ничего не знаешь а я вот тебе сейчас с экрана все подскажу и тут же хочется сказать не учите меня жить до помогите материально но это такое хохма да либо как вы не говорите мне куда мне что мне делать и не скажу куда вам идти вот типа вот этого сразу же знаете у меня сразу же это ну как бы я чувствую агрессию и соответственно и также реагирую агрессивно значит так ребят сверху моя мой грунт универсальный сейчас немного прямо буквально немного вот так чуть-чуть дальше дальше у нас сами идет глиокладин глиокладин вот эти не успею я не устану все я лучше вам два раза покажу вот а потом что потом не писать так теперь сапропель вот такие вот гранулки их не обязательно укладывать вот так в посадку много девчонки девчонки пишут что они ну просто перетерли его и в общую посадку добавляют и все я ленивая я уже говорила как-то на этот счет я ленивая не не еще не то что не мне вообще некогда с этим заморачиваться я добавлю буквально несколько главных гранулосмокот он у меня для цветения для роста у меня еще не пришел мало того мне написали на выложке что его вообще вернули обратно заменяют его потому что он там где-то у них в общем похоже он там у них маленько покоцался поэтому они сейчас не его заменят и пришли потому что у меня там тоже в банке такой пласт пластиковый я кстати фотографии добавляла какое заказала поэтому я добавлю вот это для цветения но я его добавлю совсем чуть-чуть и все так найти для питания к тому же аллаказии цветут я уже говорила про этом поэтому вообще все равно все в тему поэтому когда она прислала мне вот этот вот клубенек да я и еще раз написала огромное огромное спасибо почитала всю ее рекомендацию мало того я сохранила себе эту рекомендацию потому что мало ли вдруг я в дальнейшем захочу поэкспериментировать и допустим проращивать клубеньки не в амхе хотя если получается в амхе да проращивает и в амхе как говорится дальше там все 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 мы что-то ищем все мы что-то там а вдруг получше будет ну вот как-то так и ну я и написала что все замечательно как бы вы не переживайте то есть я еще и успокаиваю потому что я понимаю что наши растения особенно те которые да вот эти вот клубеньки малышушки вот эти которые да неважно ну и что что мы их продаем да мы же к ним относимся как к нашим деточкам как нашим малышкам поэтому понятно что она там не написала 33 письма огромных да думает сидит там какая-то без без опыта и не знает вообще теперь придет сейчас клубенек не знает как к нему подойти поэтому я еще долго успокаивала продавца и говорила боже мой все будет хорошо не переживайте у меня есть небольшой опыт небольшой точно есть я грис с вашим клубеньком все будет замечательно я горю как только выйдет первый листик и обязательно скину вам фотографии она у боже мой пожалуйста пожалуйста все эти вот такие не за мне везет что ли вот на вот таких вот людей узнаете вот мне надо везет реально везет поэтому пришел этот клубенек ко мне совсем совсем не во мхе и я тут же как говорится его открыла тут же освободила от того грунта потому что я не знаю как в том грунте то есть это зачем да если я знаю в чем привыкла в том как говорится и буду выращивать вот поэтому я тут же поставила вот этот клубенек фрайдек в мух и стала ждать как говорится результатов которые не заставили себя долго ждать так конечно же я также сделаю там этикеточку так вторую вторую я вам уже сказала да что мы с вами поставим ее вот в это вот косячное опять кашпу прям реально косячный смотрите видите эти 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 ну что теперь сделаешь ладно вот этот мух я сюда также добавлю вот кстати смотрите после пересадок если после пересадки допустим вы поставили растение на тот же самый стеллаж да где та же самая температура влажный так где все вот это к чему она привыкла это одно если вы допустим после пересадки ну дали больше объем так над давай работаем во время разговора еще и а то сижу все забыла что это вообще-то пересадки делаю вот вот допустим как я сейчас на своем примере сейчас вам скажу да мы с вами не так давно пересаживали жаклин мы с вами пересаживали прям сделали групповую посадку моих полюшек прям много-много хорошо-хорошо прям это сделали да вот и я их поставила потом вот она неустойчивая сейчас вот аккуратненько с ними потому что вот единственный минус валенсии ну кроме того что они приходят с большим браком иногда они неустойчивы без внешнего кашпо имейте это ввиду так вот я поменяла им не просто посадку да то есть грунт все по идее дала да я им дала больше объем и убрала их на пол да я вот сейчас хожу да все остальные давным-давно просохли а там еще не просохло то есть я это понимаю как я приподнимаю первых кашпо я понимаю что еще там прям хорошо сыровато прямо на тяжелое не то что там до легкая просохла и сверху лечула она не светленькая а темненькая это говорит мне уже вообще о многом так что если вы поменяли допустим условия на полу не совсем другая температура явно там не 24 не 25 а ниже да вот и там нужно прям посматривать посмотрите всегда вот сейчас допустим у меня моя фрайдик она пойдет на свое место то есть на тот же самый стеллаж там высоко хорошо тепло замечательно поэтому там у нее просто нужно посматривать за тем чтобы всегда была водичка внизу как сейчас я вам показывала кальмарчика да чтобы все то же самое было тут даже поливать не стало ну а смысл поливать сейчас мы с вами сделаем пересадки конечно же польем вот эту вот аллоказию я купала в этом году осенью она приходила ко мне вот так это будет нижний полив понимаете да валенсии это нижний полив я люблю знаете если вы были кашпо наподобие валенсии на фитилье я бы конечно же все под переставила бы именно так таких нет поэтому но валенсия мне в принципе подходит это нижний полив когда корни уходят в нижний кашпо это и есть уже получается как бы фитильный полив просто в качестве фитиля но сработают сами корни это намного даже естественнее чем там делаем проделываем да и скажем так веревочки корешку корешок старый листик интересная такая на аллоказия напоминает она мне сильвер драгон своими листочками ну конечно же не сильвер драгона ну что-то знаете похожее что-то такое интересное похожее вот этот вот листик не знаю видите вы не видите вот видите он уже держится тут вот прям вот вот видите на соплях поэтому я его уберу там идет новый корень смотрите какая хорошая корневая так что вот таким вот образом так что сериал мой с аллоказиями не заканчивается он и не может закончиться потому что сейчас именно тот самый период это знаете а тут я показывала вам материнское растение поле да вот это большое растение вот которая тоже у меня скажем так с ним маленько помучилась потому что я допустила пару ошибок так бы она была бы у меня намного пышнее намного больше кстати девчонки скидывали фотографии свои на дзен какие у них там польши как боже мой там просто фантастика девочки всем привет спасибо вам огромное за ваши фотографии я все смотрю я на все на все это отвечаю я просто восторге просто восторге у меня наверно была бы уже такая же если бы я тогда погрешность бы не сделала в уходе но сейчас что у меня получается 1 2 3 4 5 1 2 5 отели сейчас разворачивает она и я думаю будет больше вот так как говорится сама по себе пересадка небольшая уже аллоказия там ничего в принципе не нужно у меня и black velvet в этой посадке тоже сидит уже больше года нет дуру не больше года весной мы с вами посадили посадили да это было просто столько пересадок кажется что все это так было давным давным-давно вот если на работе это делать день сурка то здесь это кажется столько всего уже так и чем зачем я столько накидывая сверху нас лечу за помню сижу заговорилась с вами супер заговорил давайте я поставлю сейчас сюда нижнюю кашпо заметили да что я выбрала в этот раз цвет валенсии не белый потому что серый цвет вот такой вот серый красивый цвет у меня тоже очень нравится ребята мне нравится как он смотрится в интерьере плюс ко всему сейчас скажу у меня есть два квадратных кашпо такого же цвета они стоят у меня пока без дела мы с вами это конечно же исправим и я уже придумала на какую полочку я поставлю чтобы вот у меня вот два будет вот таких вот валенсии в таком исполнении и будет два квадратных туда что-нибудь еще придумаем и на полочке я думаю это будет смотреться очень красиво очень красиво вот теперь есть куда расти и той и той и другой сейчас мы с вами займемся адениумом сейчас я здесь маленько приберу мы с вами польем приберу и займемся одышкой и так ребят сделала коктейльчик значит так здесь у меня экофуз экофуз и маленько циркона даже добавила при пересадке это хорошо можно просто экофуз и циркон можно просто экофуз можно просто циркон и hb можно просто аж б ребят у кого чу есть какие но даже подломать что ли уже совсем еще внимается с этим делом или знаете он может скрепить надо было сначала с клеем проклеить да ладно сколько так и будет пока потом что-нибудь решим ждешь ждешь вот так вот ждем ждем видите поливая хорошо потому что посадка была вся засушена практически уже она не засушена я поливала среди недели но это уже видите скажем так слишком много корней слишком маленький объем и вот такая вот происходит ситуация день-два не надо так делать можно говорю заранее довести до такого что прям придется все это заново делать наращивать им корешки а не хотелось бы тут то же самое да хорошенько пролила вот эту водичку я трогать не буду пару дней ну и потом я ее какой-то соли вот так вот все салаказе сегодня закончили сейчас я их унесу мы с вами начнем с ракетик возьмем бегом бегом все много работы с растениями но ничего но ничего вот такой одежка я его полила по моему вчера вот и потому что прошлый раз забыл его пересадить думаю но в этот раз прям нужно нужно я не знаю что это за адениум потому что название у меня потерялась буду ждать как говорится я цветине ну а что сделаешь и такое тоже бывает ну то что это прививка это точно может быть леночка прислала мне цветочные огородные дела возможно потому что в этом году у меня адениумы были только от нее смотрите давайте посмотрим что это у нас тут где мой стаканчик со всякими штучками сейчас маленькой мы его с вами кисточкой смахнем вот видите поливала сегодня у нас сейчас суббота суббота поливала я в среду я точно пробежала их пробежала и пролила и поставила на стол думаю пускай стоит на столе иначе снова забуду смотрите какой интересный видите вот сюда вот загнулась у него вот видите вот так вот пошла интересно так дружок какое бы тебе дать видите вот так вот у него корни как-то завернулись вот в эту сторону и идут вот и конечно еще небольшие каудекс только только кстати там еще на пересадку еще один адениум но я его только сегодня полила сегодня пускай он попьет и завтра скорее всего я его пересажу вот тоже может видео сниму да здесь получается у нас пенопласт вот здесь что-то мы уже пытались разделить пенопластом и это делала не я потому что я это делаю обычно пеноплексом а тут пенопласт и он кстати весь разрыхлился что это такое да он прям смотрите прям крошится с пеноплексом такого кстати нет эффекта как с пенопластом он тут очень очень давно интересно или это не пеноплекс или это не пенопласт может это керамзивая знаете этот скорее всего все вылетело из головы чем мы еще белым разрыхляем обычно господи ну все перлит конечно тут у меня вот такой стоит кашпо смотрите видите как хорошо будет сидеть классно же да смотрите сколько места ему для роста ну давайте давайте сюда и поставим у меня просто так что ли он тут стоял в конце это концов блин не устоит давайте вниз сейчас так я хочу его заглубить чтобы у него колодокс наращивался толстел поэтому я хочу его сделать пониже сейчас вот так вот вниз в ножке буквально немножко лечу за вот так ну сюда прям сопротивлю вот так вот накидаем пухая будет щедрой рукой мне тут ничего не жалко дорогой конечно же ну тут прям уместно уместно закинуть ему осмокот для цветения потому что цветение я с него прямо жду вот так леоклатинчик его я поливать не буду потому что он напитый вот сегодня точно не буду вот он тут он тут он скорее всего в среду подойду и в среду я его полью так вот так вот блин поставила телефон с другой стороны теперь вообще не с руки ребят не знаю видно не видно вроде как бы видно я так посмотреваю вроде как бы видно так давайте так же мой универсальный грунт который идет похоже ко всем у меня уже где куда делаем куда делаем не знаю ребят а вот она со стороны я все думала куда бы мне это кашку приспособить так 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 он был бы больше если бы я его раньше пересадила вот там у меня еще один говорю что он мне прям выпрыгивает покупала весной маленькой веточкой а теперь он разбарабанил стакан и стакан уже скоро похоже лопнет там уже прям нужно дать объем так здесь я прямо так примну его чтобы он у меня стоял устойчиво ну понятно здесь знаете корни точно так же пойдут очень быстро буквально там какие-то пару недель и если бы это было прозрачное кашпо то я бы уже увидела наверное через неделю маленькие новые всасывающие корешки абсолютно по всей поверхности по стенкам вот всасывающие у адениумов нарастают очень быстро и очень хорошо поэтому если у вас допустим холодные подрофонники ну и вообще холодно адениумы у адениумы можно устроить хорошую зимовку не поливать их конечно же то есть без полива то есть если у вас прям там ну плюс пять плюс десять то есть никакого полива вот а потом когда наступает снова тепло потихонечку опрыскивание потихонечку отпаивание там допустим столовой чайной ложкой и спустя какое-то время там ну если вообще тепло и много-много света неделя-две и много-много всасывающих опять поэтому для адениумов потерять всасывающие это ну вообще не проблема так-то вот главное в этот момент не поливать иначе он просто загниет сам по себе каудекс вот такая вот интересная у них особенность вот так вот ребят вот такие у нас с вами сегодня посадки сейчас мы с вами на них еще посмотрим со стороны потому что сверху ну маленько все равно непонятно ну вот такие у нас с вами получились посадки обязательно буду показывать как они себя будут чувствовать все ли с ними будет хорошо а я благодарю вас за то что вы меня смотрели до новых встреч и пока-пока